В своё время императрица даровала казакам грамоту на владение кубанскими землями. На торжественное открытие аллеи приехал бывший выпускник этой школы, а ныне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона поздравил всех с юбилеем родного края и отметил, что каждый житель Кубани вносит свой вклад в становление и развитие региона. Я хочу поздравить вас, всех жителей нашего края с 80-летним юбилеем. Конечно, когда Екатерина жаловала эту землю казакам, она не могла и подумать, что эта земля превратится в такой благословенный, красивейший край. Со стабильной экономикой, социальной политикой, со всем, что сегодня мы имеем и гордимся. Он стал таким благодаря нашим предкам, вашим прадедушкам, прабабушкам, дедушкам, бабушкам, вашим мамам и папам. Мы имеем такой сегодня сильный экономически развивающийся регион. Сегодня вы тоже наследники, наследники тех великих поколений, которые создали наш регион могучим. И вам брать продолжение в свои руки. Право открыть скульптуру императрицы доверили первоклассникам и Юрию Бадяеву, автору десятков учебников по кубановедению с автору «Атласа. История кубанского казачества». В 1783 году Кубань присоединилась к России. А через 9 лет пришли казаки в 1792 году и стали осваивать эти земли. А еще через 145 лет Краснодарский край основали. Поэтому Краснодарский край не мог бы существовать без Екатерины. Как отметила директор первой школы, не случайно именно императрица и стала одним из символов учебного заведения. Ведь именно эпоху Екатерины Второй называют золотым веком культуры, политики, образования. Пусть это место станет еще одним символом нашей великой российской истории, которой мы по праву с вами гордимся. И сегодня в день образования Краснодарского края учеников первого класса торжественно приняли в ряды юных казачат. Первоклассники дали клятву с честью носить звание учащегося кадетского класса.